Никита привет как поддерживаешь форму в изоляции где вообще сейчас находишься и сколько уже по времени я нахожусь дома вот приезжал самара на пару дней чисто забрать вещи которые надо потому что у меня дома толком не было вещей надо было забрать всю технику тоже оттуда съехал с квартиры ненужные вещи отвез на базу которые мне нужны и в принципе уже наверное недели полторы-две наверное уже дома нахожусь в Волгограде правильно да 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 Волжском Волгоградской области как поддерживаешь форму в изоляции если у тебя дома какие-то тренажеры или там исключительно планка может или еще что-то да нет никаких тренажеров нету есть спортивная площадка за домом так что выходим каждое утро с друзьями мы тут живем в принципе в одном районе все в пешей доступности и не знаю там нас человека три когда вдвоем но два футболиста и один так спортсмен более-менее вот и мы бегаем когда втрам когда вдвоем постоянно каждый день сегодня тоже бегали там просыпаемся в 9 утра кушаем завтракаем в принципе как и в Самаре все было как в Самаре тренировались тоже тренировка часов 11 часа полтора наверное домой прихожу так отжимаюсь планку доделал и все в принципе вся тренировка как вообще себя ощущаешь именно физически но не физически на самом деле хорошо я думаю даже по ощущениям когда бегу в принципе понимаю что толком не набрал но вес вот я думаю будет намного хуже все вот в принципе это мяча только ней не при но не прикасаясь к мячу вот потому что у нас его нету поэтому вот в этом наверное самое тяжелое как вообще проводишь свободное время свободное время вот именно тренировок потому что все уже по моему знаю то что ты любишь в том числе поиграть в какие-то компьютерные игры сейчас играешь ли и что смотришь фильмы сериалы может быть есть время почитать мне меня тут контролируют жестко дома смотрят чтобы я долго не играл в компьютер смотрим фильмы собираемся семье вечером и смотрим ну и конечно так играю чуть-чуть часик 2 наверное куда без этого не так давно обсуждалась тему сокращением на зарплат спортивных клубов вот в крыльях игроки и тренеры пошли навстречу клубу и зарплаты были сокращены на 40 процентов вот как ты лично отнесся к этому решению да нет все отнеслись с пониманием я в принципе тоже не исключение мы сразу сказали что но когда нам предложили мы сразу сказали что но подумаем в принципе я думаю за за день-два мы пришли к общему знаменателю в принципе пошли найти уступки тем более велика все все соглашаются было бы некрасиво с нашей стороны потом какие-то требования выдвигать скучаешь ли по самаре потому что когда мы с тобой разговаривали в одном из твоих интервью ты говорил то что очень привык городу очень привык болельщикам то что на базе очень уютно вот так что можешь про это да да на самом деле соскучился по футболу соскучился же хочется побыстрее сыграть потренироваться с ребятами все равно тренировочный процесс но тоже не знаю там нам смешно на тренировках иногда бывает можем пошутить то вот этого не хватает наверное вот игр не хватает хочется уже на стадионе нашем сыграть чтобы болельщики пришли тем более сейчас такая погода что становится тепло этому все как раз но я думаю что народу пришло бы намного больше посмотреть на нашу игру вот поэтому конечно скучаю поэтому видишь ли вообще за той ситуации которая сейчас развивается в россии вообще в европе и какие у тебя мысли насчет того будет ли чемпионат продолжим или нет и в каком формате да нет на самом деле не задумывался на этом конечно хочется доиграть вот конечно с одной стороны на предпоследнем месте может быть закралась такая штука что может от меня добавит команды вот мы конечно хотелось бы доиграть я думаю что мы вылезем из-за сложной ситуации поэтому потому что команда хорошая у нас в принципе все уверены что мы сейчас не на своем месте находимся поэтому конечно хочется доиграть чемпионат никит назови плюсы и минусы самоизоляции вот потому что уже такой промежуток времени довольно таки больше прошел я думаю то что уже было время понять чем плюс но наверное единственный самый большой плюс что ты можешь находиться семьей постоянно вот наверное вот этого в последнее время не хватало единственное там каждые полгода приезжать в отпуск на две недели на две с половиной это там то мама работает то еще что какие-то поэтому не всегда получается вместе дома находиться а сейчас смотрим фильмы так что гуляем все вместе поэтому наверное сам большой плюс в этом вот а минус конечно все соскучились по футболу и очень тяжело находиться без футбола стоит продолжительное время я думаю там такой позитивный ночью все равно закончил то что все соскучились по футболу и футбол обязательно вернется что можешь пожелать нашим болельщикам которые сейчас посмотрят этот интервью но также как и я находить время для своих близких помогать помогать людям пожилого возраста но там бабушкам дедушкам при возможности там покупать продукты даже если это не твои бабушки девушка там на улице не знаю помочь бабушкам то же самое хорошее дело сделать я думаю вот это что я думаю что все болельщики тоже ждут очень сильно возобновление чемпионата и с этой стороны могу сказать это лица ребят что мы сделаем все возможно поэтому пускай приходят на стадионы на рвут глотки за на саму свою очередь будем делать все возможно чтобы порадовать тех своим результатом